И снова здравствуйте, это Укралов ТВ и мы продолжаем наши прямые эфиры. Я хочу напомнить, что эстетическая стоматология медицинского центра призму ваш ключ к безупречной улыбке. А мы, конечно, продолжаем. И у нас в студии Сергей Датюк, которого вы очень хорошо знаете. Сергей, здравствуйте, мы очень рады вас видеть. Вы прекрасно улыбаетесь. Здравствуйте. У меня безупречная улыбка, без всякой стоматологии. Да, да, Сергей, у вас улыбка безупречная. Но это вот в начале интервью. Я тут для вас сложную тему подготовила. Какую? Сложную. Мне она показалась сложной. И я думаю, что очень хорошо бы подумать на эту тему. Дело в чем. Вот раньше мир как был устроен? Вот страны воюют. Раньше тогда коронавируса? Да еще раньше, наверное. В каком-то историческом веке? В 19-м веке. Ну да, 19-20 век. Ну вот люди как? Как они воюют? Значит, не торгуют. Значит, никаких отношений нет. Ни дипломатических, ни торговых никаких. Современный мир принес какие-то новые взаимоотношения между странами. И это очень интересно в контексте и мировозных, и в привязке к Украине. Вот поговорить, знаете, о чем? О том, если идет война. Или не идет война. Или ты считаешь просто эту страну агрессором, принимаешь против нее санкции. Можешь ли ты с ней вести активную, плодотворную экономическую деятельность? Потому что, с одной стороны, если это твой враг, он же в любой момент может тебе перекрыть любые ресурсы и все прочее. Почему я так долго и, может быть, сбивчиво говорю? Я хочу привести два примера, очень интересных. Итак, возобновилось строительство Северного потока-2. И возобновилось оно на... В какой раз? Ну, уже какая разница. Но дело в другом. То есть не первый раз возобновилось... В который раз возобновилось строительство Северного потока? Но я хочу обратить внимание, на каком международном фоне это происходит. Это происходит на фоне интересных очень заявлений. Например, когда глава дипломатии Европейского союза, господин Боррель, говорит, что моя встреча с министром Лавровым и месседжи, которые посылают нам российские власти, подтверждают, что Европа и Россия дрейфуют в направлении друг от друга. Но при этом строительство Северного потока-2 продолжилось. За строительство высказались власти Германии, власти Франции. Затем Блумберг говорит о том, что, возможно, Северный поток-2 остановит новое правительство. Но, тем не менее, новое руководство Белого дома, похоже, готово договариваться с Германией о том, чтобы поток этот продолжить. То есть вот с одной стороны, да, министр экономики Германии говорит, вот история все-таки с Навальным это одна история, а история с экономикой это другая история с Северным потоком. Что происходит в Украине? В Украине тоже история же интересная. Мы говорим, что Россия аннексировала у нас Крым, ведет войну у нас на Донбассе. Ну, мы продолжаем покупать у России что-то, электроэнергию, уголь там, и дальше по списку, да. То есть товарооборот у нас такой нормальный с Россией. Вот как в этом современной, то ли этот мир, ну, я не знаю, это что, это мораль, это часть политики. И где вот здесь вот грани? Я, может быть, еще заострю. Знаете, что скажу? Вот мы же, Россия у нас агрессор, да? То есть, получается, у нее мы можем покупать, условно говоря, уголь. Почему же мы тогда заблокировали, извините, Донбасс? Может, кому-то не понравится этот вопрос. Но в контексте вот этих вот каких-то вот интересных таких закулисных договоренностей, где политика отдельно, дипломатия отдельно, экономика отдельно, очень интересно посмотреть на это. Ну, и последняя ремарка, которую, может быть, наши зрители скажут, о чем я забыла. Конечно, Европейский Союз создавался как экономическая такая основа для того, чтобы прекратить войны. Ну, в частности, между Германией и Францией. Это понятно. Но он же создавался не во время военных действий, а уже после. В общем, все он вам набросало вот сюда, в такую большую корзинку. Давайте об этом подумаем, Сергей. Вот это же интересно. Люд, а вы историю в школе учили или у вас еще внеклассное чтение было? Было внеклассное чтение, да, немножко. А на внеклассном чтении вы исторические, ну, не романы, а вообще книги исторические читали, да? Конечно, да, читала, конечно, да. Я вас, наверное, удивлю, но сообщу, что никогда не было такого, чтобы была только война, а торговли не было. Вы помните, Арию, маркетантка, моя маркетантка, я никогда, никогда не... Кто такие маркетантки? Ну, кроме того, что они оказывали естественные услуги женщин, они еще и приторговывали, может, много чем. Это во-первых. Во-вторых, маркетантки не всегда были от своих, они часто были, в том числе, и со стороны врага. Мало того, многие армии, и наполеоновская, и другие, были в этом замечены, что они не отбирали провиант, не покупали провиант. То есть они приезжали и платили. То есть, можно ли назвать это торговлей? Ну, когда враг приезжает, ему нужен провиант, он у вас его не отнимает, а платит. Ну, то есть покупает. Это торговля или нет? Думаю, нет. А что же это такое? Ну, это просто мог украсть, мог там с помощью оружия забрать, мог убить, но просто заплатил. Это хоть как-то его оправдывает. Но между государствами же нет торговли. Ну, чтобы вы понимали, просто многие торговли ведутся в ситуации принуждения. Если с вами торгуют Соединенные Штаты, а у вас нет 6-го флота, то я не знаю, как это назвать. Понимаете? То есть, как бы, это же вопрос семантики. Мы к этому постоянно будем с вами возвращаться. И потому я думаю, что если удается оторвать экономику от политики, то это идеальная война. Потому что в идеальной войне не страдают барыги. Они же коммерсанты, они же мегуцианты, они же торговцы, они же купцы. Ну, в разное время и в разных культурах, и по разным случаям это называлось по-разному. А как вы думаете, когда прекратилась война Советского Союза и национал-социалистической Германии? В каком году? Вот идет война, гибнут люди. Вот торговля продолжалась еще, по-моему, полтора года. То есть, это у нас представления какие-то, ну, навязаны определенным идеологическим воззрением, что враг это тот, с кем нельзя торговать. Просто война это отличный бизнес. Просто не для всех. И бывают такие войны, что торговля ни на секунду не прекращается. Тем не менее, происходит война. В этом смысле, определение Клаузевица, что война это продолжение политики только другими средствами, это и есть во многом определение, которое можно продумывать, продумывать и продумывать. В том смысле, что ничего не имеется. Мы продолжаем торговать. И продолжаем ту же политику, просто другими средствами. При таком понимании войны, мы уходим от этого штампа, что если это враг, то все. А это представление о тотальной войне, оно приходит к нам в конце 30-х годов. Насколько я помню, его вводит Людендорф. Один из немногих интеллектуалов, который не пошел на сотрудничество с Гитлером. Гитлер так хотел с ним. А он вводит представление о тотальной войне. Что такое тотальная война? Он утверждал, что воюют не правительство, не армии, воюют народы. Война это попытка достичь максимальных целей, максимальными средствами. То есть все поставлено на карту. То есть выведение войны на уровень таких субъектов, как народы, это тоталитаризация войны. И в этом тотальном представлении о войне действительно все надо сворачивать, все торговые операции. Враг это враг. Ничего не оставим врагу, даже если отступаем, все уничтожаем. Это все из тотальной войны. Обратите внимание, что тотальную войну ввели не только национал-социалистическая Германия, но и Советский Союз. Сейчас в пылу полемики, когда я поставил вопрос о тотальной войне, я был раскритикован и освистан на российском телевидении. Что, о, Натюк, он фашист, потому что он за тотальную войну. Я говорил только одно. А вы хотели, чтобы вас на российском телевидении признали своим? Я про другое. Я обсуждал принцип тотальной войны. Я говорил, что нельзя... Когда это были красные линии, рисовали парохоботы для Зеленского. Я тогда говорил, что если вы принимаете концепт тотальной войны, будьте последовательны. А это значит, что нельзя рисовать никаких красных линий. Если вы за тотальную войну, вы должны быть готовы бомбить Донецк и Луганск. Я так говорил. То есть я это говорил не русским. Я не признал к этому. Я описывал мышление, которое стоит за этим. То есть я объяснял, прежде всего, тем, кто критиковал Зеленского. Потому что это же не вопрос Зеленского или Порошенко. Это вопрос подхода. Конечно. Я обсуждал этот подход. Я говорил, что если вы кладете подход тотальной войны, то никаких линий нет. Кстати, Троцкий впервые предъявил этот тезис. Его не обсуждали вплоть до сериала Троцкого больше нигде. Что делал Троцкий? Он говорил, что мы будем самыми подлыми, самыми циничными, самыми беспощадными. И мы победим. То есть приходят, берут имперского офицера, семью его в заложники. Если солдаты не ходят, не хотят идти на войну, децимация. Знаете, что такое децимация? Нет. Расстрел каждого десятого. То есть как бы он не гнушался в средствах. Вот это, ну как бы Троцкий впервые применил столь явно подход тотальной войны. Он его не оформил теоретически. Его оформил позднее Людмилов. Но мы говорим о тотальной войне. И вы когда говорите, ну как же так, мы воюем и при этом торгуем. Не только мы. В мире произошли такие... Мы ушли от концепта тотальной войны. И именно эту логику я хотел донести тем, кто критиковал и кто рисовал красные линии. То есть вот в чем была моя полемика. То есть грубо говоря, ну я не стал спорить с убогими, хотя в прошлом, уважаемыми мной методологами на российском телевидении, потому что там и... Ну, не буду их называть имена, это на их совести. Они брали, предъявляли как бы мой монолог. Я все это обсуждал. И как бы... Мой подход был направлен именно против этого, что ребята, если вы за тотальную войну, то будьте последовательны, никаких красных линий нет. Если вы за тотальную. Если вы не за тотальную войну, и вы беретесь как бы... Ну, худо-бедно там, это слово гибридность, оно мне не нравится. Но вы как бы рассматриваете стратегическую войну во многих пространствах, да? Как бы более точную. То вы должны понимать, что границы или линии, которые вы рисуете, они устроены по-разному. И они сдвигаются. И вы не можете рисовать никаких красных линий, потому что это все рисование в некотором примитивном, вами понимаемом пространстве. Вот в этом плане я был не согласен. И поэтому еще раз. Но это же все равно бесполезно, потому что люди, которые не мыслят, не мыслят уже. Я никогда не призывал бомбить Донецк или Луганск. Я говорю сложные вещи, но люди, которые не мыслят, им же сложно пробиться к их мышлению. Они же, когда ты говоришь, что если ты следуешь этой логике, то она неизбежно придет к тому, что ты должен быть готов бомбить Донецк или Луганск. Он этого не слышит. Он слышит бомбить Донецк или Луганск. Ааа, человек предлагает. Ну, вот есть убогие мышления, и с ними ничего не сделай. Поэтому вот если сейчас меня слушают люди с убогим мышлением, еще раз, прослушайте внимательно то, что я говорил. Как и то, что я говорил до этого. Ну, это, наверное, бесполезно все равно. Так вот, мы уходим от концепта тотальной войны, мы перемещаемся в контекст войны полипространственной. В полипространственной войне важен дискурс, важна семантика, важно мышление. То есть такие вещи, которые традиционно были не важны. И мы помещаемся в особую ситуацию. Ну, я недавно писал статью и показал, что доминирующие дискурсы в мире разрушаются. А что это значит для нас? Ну, помимо работы с психологией и сознанием. Ведь что для людей хорошо, когда они лежат на диване, ходят в фейсбуке, иногда заходят в ютубе что-то посмотреть. Для них хорошо, чтобы им не надо было подниматься с дивана. И всякий, кто говорит, что все плохо и будет хуже, ну, например, он такой, как я, человек, это урод, которого не надо слушать, не надо смотреть. Потому что он же говорит буквально, что мышление – это усилие. Смена дискурса – усилие. Иное понимание усилия. Да кто ты такой, чтобы требовать от меня усилий? Иди, иди отсюда. И вот это есть, как бы ты попадаешь в ловушку некого культуртрейгерства. Или даже, я бы сказал, не культуртрейгерства, а мыслительного трейгерства. Как бы некоторого призыва к включить мышление. Ну, ладно, мы не можем осуществить этот призыв. Но о чем мы можем говорить, когда все дискурсы рассыпаются? То есть, что это за ситуация? Давайте нарисуем ее метафорически. Представьте себе огромное поле. Вот сейчас мы живем вокруг огромное поле. В основном оно заляпано дерьмом. Но есть некоторые чистые островки. В этих островках установлены мины. Нормальный, свободный человек пытается не наступать на мины, он ходит по дерьме. Но есть люди с просто устроенным мышлением. Они говорят, ну что же вы ходите по дерьме? Есть же чистые островки. И встают на мину. А мины такие противопехотные, знаете, экзистенциального толка мины. Знаете, что такое экзистенциальные мины? О, это великое изобретение человечества. Это когда ты наступаешь на мину, ничего не происходит. Когда ты потом сходишь с нее, она взрывается. Почему экзистенциальная? Ты стал, услышал щелчок. Ты можешь подумать о жизни, вспомнить самые лучшие моменты, помолиться Богу, если у тебя есть мобильный телефон, даже позвонить родственникам, проститься. Потом сойти с мины и... Это экзистенциальная мина. Вот так я об этой противопехотной мины так не думала никогда. Это у меня сейчас просто как-то... Ну да, можно же как-то на позитив выходить. Это позитив, да? Хорошо. И вот представьте себе, что люди, которые пытаются выбрать чистенький участок, стоят на эту мину. И они могут что-то еще говорить, совершать звонки, да. И потом вдруг они думают, а что я такой несвободный? Раз здесь ходят, и тут бабах. В этом смысле те, кто ходит по участкам дерьма, они в дерьме. И те, кто стоят на минах, могут с них посмеяться, пока стоят. И вдруг у них не возобладает иллюзия свободы, чтобы сойти. Но шаг лево, шаг право, взрыв. А те, кто ходят по дерьме, так и будут жить. Не в дерьме, но они живые. И они свободные. А те, кто на минах, могут утешаться, что они чистые. Ну, шаг лево, право и бабах. И вот мы сейчас вот на таком поле, теперь давайте выйдем из метафоры, и попытаемся сформулировать некую установку. Что происходит и что необходимо. Я бы назвал эту необходимость семантическим вниманием. Это сложно. Да. Что такое семантическое внимание? Когда разрушаются дискурсы, на вас же постоянно это дерьмо, вот, ну, как вам, есть такой хороший термин, он, конечно, не очень политкорректный. То есть вам вокруг постоянно срут в уши. Постоянно. Ну, хорошо, скажем, вешают лапшу, так лучше? Ну, какая разница, вы уже и так, и так сказали. То есть все связано с ушами, с глазами. Такое уже, да. Да. Писывают вам в глаза, вешают лапшу, срут в уши. Ну, вот, что-то вот. Вот, и вам, чтобы вообще быть в состоянии что-то понимать, надо либо постоянно страх стряхивать, выковыривать, и вот это вот, как бы, чтобы брызги не летели. И только в этом состоянии вы что-то можете понимать. Вот это называется семантическое внимание. Это особое внимание не просто каждому слову, а слову как дискурсивной единице. Потому что я сегодня с утра послушал разговор Володи Стусса, который я безмерно уважаю за то, что он держит позицию. Его позиция ученого. Он говорит, все должно быть подтверждено, за все должны быть факты, за все должны быть масштабные, как бы, теории анализа. Например, цивилизационный анализ, который он владеет. То есть, как бы, уважаю. Позиция, ее можно критиковать, но это позиция. Это тип дискурса. И вот они с Романенко развернули следующий дискурсивный анализ. Володи Стусс говорит, мир быстро двигался в первой половине 20 века. То есть, первая война, там, как бы, кинстианство и прочие, как бы, великие депрессии, вторая мировая война. И вот, как бы, быстро все двигалось. Возникает вопрос, а что же было во второй половине 20 века? Он как-то просказывает это мимо. Потому что, ну, тот же Топфер пишет, футурашок. То есть, мир наоборот. Убыстрил свое движение. Важно понять, что происходило во второй половине 20 века. Если применить, опять же, если применить его дискурсивный анализ, то в первой половине 20 века единицами развития были государства. Некоторые из них вышли на уровень тотальности дискурса. То есть, они изобрели мины. Коммунизм, национал-социализм, либеральная демократия. Вот эти базовые дискурсы. И каждый из них подорвался на этой мине. И очень долго подорвался, потому что были две мировые войны. Они же были вообще мировые. Потом приходит посмотреть, говорит, нет, так нельзя. Мины – это плохо, татаритаризм – это нехорошо. Будем длить либерально-демократический дискурс. Где-то 80-е, понятно, что это тоже мина, она тоже взорвалась. Но что произошло с векной точки зрения во второй половине 20 века? Там, где государства поделились своей властью экономической, политической, с государствами, на 20-30 лет они смогли продлить это развитие. Вы сейчас о Евросоюзе. Пример Евросоюз. И о Евросоюзе, и о Соединенных Штатах. Вот там, где государства смогли договориться с корпорациями, они продлили. Китай это тоже заметил и тут же начал копировать. Правда, они не независимые корпорации делали, а под контролем государства. Но все равно это работает. Да, вот мы сейчас видим, все равно это работает. Что такое вот этот вот коронакризис, в который мы попали? Это ситуация, в котором государства сказали, мы расплатимся за все это богатством корпораций, а корпорации подумали, а зачем нам такие государства? Вот мы в этой ситуации. И когда Володя Стус говорит, что в этом коронакризисе погибнет большинство корпораций, это не так. Потому что если гибнет государство, ну, например, суверенный долг, то мы говорим, ну, государство не может погибнуть. Так или иначе мы, вот как Греция, ну, не можем мы сказать, государство банкрот, и все. И как бы установить там другую власть. Так не получится, да, потому что мы же очень долго вот идею суверенитета, как бы ее лелеяли. А даже если государство будет всем, должно оно все равно будет существовать, с огромными долгами, но жизнь в нем будет продолжаться. А с корпорациями не так. Если какая-то корпорация погибнет, никто о ней не заплачет, но уже через буквально следующий день ее место займут другие корпорации, и это не вопрос гибели какой-то отдельной корпорации, потому что на корпоративном рынке это постоянно происходит. Даже корпорации с многосотлетней историей гибнут, и никто о них не жалеет, кроме этой корпорации и близких ее сторонников. Ну, есть такие люди, которые там любят определенную корпорацию. Есть такие. Так вот, мы в ситуации, когда будут гибнуть суверенные государства, они будут фрагментироваться, и будет меняться структура деятельности корпорации. Обратите внимание. Не гибнут, как говорит Володя Стус, а меняться структура деятельности корпораций. Они будут брать на себя социальные функции. Они будут брать на себя все больше гуманитарные функции. Они первые поймут, что без мышления, прежде всего гуманитарного, им развития больше нет. То есть, они вынуждены возьмут на себя то, от чего отказались государства. Ну, не все, но многое что. То есть, появятся корпорации, которые возьмут на себя эти функции, поскольку государство не справляется. То есть, они откажутся от главной идеи борьбы за прибыль. Кто? Корпорации. Нет. Ну, а социальные вопросы, это же... Ну, постойте. Прибыль же получается очень многими разными способами. Если вы не получаете прибыль инженерно-технологическим образом, то это не значит, что прибыль нельзя получить вообще. Вот, смотрите, сейчас государства вливают триллионы долларов в экономику. Прежде всего, раздают их гражданам, корпорациям и так далее. А скажите, откуда эти деньги? Кто их заработал? Ну, понятно, что в тех странах, где есть государственные корпорации, понятно, что и государственные корпорации, а там где-то нет. То есть, понятно, что эти деньги заработали корпорации. Ну, а кто еще? Ну, люди платят налоги, работают. А откуда? А где люди берут, ну, зарабатывают эти деньги? Многие работают на государственные те же структуры. Мы же не говорим о мультипликаторах, где из бюджета им выделяются деньги, и они зарабатывают. То, что из бюджета, это уже кем-то заработан, да? То есть, в конечном итоге мы приходим к выводу, что источник поступления денег всего два. Это производство благ корпорациям, неважно, частными или государственными, как это в Китае, в России, в Украине. Неважно, корпорациями, да? И второе, это напечатать деньги, да? То есть, произвести эмиссию. То есть, из других мест их просто взять негде. Даже если мы говорим там о долгах, об активах, это все равно вторичные производные. То есть, деньги ниоткуда не появляются. Мы их можем нарисовать, но это будет ненадолго. Все равно там, где-то произойдет обнуление, и мы опять будем решать вопрос, где их взять. То есть, их можно рисовать, но недолго, понятно, да? В конечном итоге, наиболее стабильные деньги, это деньги заработанные, ненарисованные. Вы можете какие-то небольшие проблемы временно решать эмиссией, но это ненадолго. Вы можете, когда у вас эпидемия, залить все деньгами, то есть, сделать эмиссию, но это ненадолго, потому что потом это все обернется против вас. То есть, если вы остановите производство, то есть, работу корпорации остановите, вам как бы ниоткуда будет взять, вот собственно, вот этого производства, товары, услуг. То есть, у вас это ниоткуда не возьмется. В этом смысле, смотрите, семантическое внимание состоит в том, чтобы вы понимали вот эти внутренние и сущностные механизмы. Не были внутри экономического дискуса. Потому что, как только ты попадаешь внутренне экономического дискуса, начинаешь следить за курсом доллара, курсом акций, индикаторами, и ты все за этим следишь, но ты не понимаешь, что за этим стоит. Что все это было, кто-то должен производить и потреблять. Если производства и потребления нет, то все это ничего не стоит. Все эти курсы, все эти индикаторы, это все ничего не стоит. Ничего. Если нет производства и потребления. Производство и потребления, штукка структурная, то есть, она имеет свою структуру. Она может быть размещена доминирующим образом на государствах, как это было, ну, как бы, в 20 веке, в значительной части. Или на корпорациях, как это, ну, как бы, стало уже к концу 20 века. Вот мы получаем ситуацию. Теперь, в каком языке мы будем это обсуждать? И вот тут, вот, как бы, семантическое внимание, оно очень важно. Понятно, что не в экономическом ключе. Можно ли обсуждать на уровне цивилизационного анализа? Да, если ты понимаешь, как устроена перспектива цивилизации. Вот Володя Стус демонстрирует, тот же линейно длит. То есть, у него есть какие-то представления цивилизации, и он линейно длит эти представления. А, раз было убыстрение, будет замедление. А раз, как бы, государство, вернее, корпорация, то теперь государство. Это не всегда так. Это не работает, когда мы обсуждаем перспективу. Потому что, когда мы обсуждаем перспективу, мы должны обсуждать такую вещь, как трансформация. А трансформация всегда связана с изменением представлений. Изменением слов, о которых мы говорим. То есть, вот почему семантическое внимание так важно. Не использовать старых представлений. Не использовать старых слов. Пытаться обсуждать эти новые представления, придумать для них новые слова, новые представления, новые концепты, теории. Не длить старые. Тогда мы что-то поймем. Отсюда возникает представление о трансформации государств. Скорее всего, они будут фрагментированы. И трансформация корпораций. Что значит фрагментация государств? Конечно же, пока мы длим, подчеркиваю, длим эпидемию, потому что, что такое эпидемия? Эпидемия это дискурс. Предыдущие эпидемии, мы им не позволили быть онлайн. То есть, предыдущие эпидемии были немного только в прямом эфире. Это первая эпидемия, которая произошла в прямом эфире. То есть, вот те вот вспышки гриппа, которые, это все была другая история. Ну, как бы, свиного, птичьего, это да. Ну, попытались его впихнуть, ну, сказали, да-да-да, знаем-знаем, но это как бы не опасно, это точно не испанка, это точно не чума. Так, все. Но тут совпало две вещи. Экономические эксперты очень долго говорили, что кризис не за горами. И тут такая радость. Нарисовалась более-менее подходящая эпидемия. Сейчас, сказали основные экономики. Мы это используем. И не сговариваясь во многих местах, начали это использовать. Как бы, что они сделали? Немного. Просто чуть-чуть сдвинули акцент. Это попало в прямой эфир, плюс социальные сети, включились так далее-далее, разгонали страх. И пошло-поехало. Ну, теперь посмотрите. Мы оказались в этой ситуации. Теперь, что будет изменено? Очевидно, наши представления. Как корпоративные, так и государственные. Для этого нужны новые слова. Вот почему мы в ФФФ начали этот новый цикл. И номина. Мы утверждаем, что семантическое внимание это базовое состояние для человека, который хочет что-то понять. А может быть, что-то запутать? Ну, тоже. Если запутать, это отключить внимание. Потому что для того, чтобы запутаться, вам достаточно просто быть невнимательным. Ну, можно пример? Вот, смотрите, если вернуться к войнам. Вот мы ввели новое понятие гибридная война. С одной стороны, она вроде все в себе вместила. Все, что говоришь, все гибридная война. Ну, понимаете, ну да. А с другой стороны, а что стало понятней? Нет, потому что вы взяли понятие, которое ничего не объясняет. Ну, это не я взяла понятие. Когда я спорил с Мишей Гончаровым, который утверждал, что вот это репрессия, я произвел простую вещь. Я ему показал, что есть 36 стратегем Древнего Китая, Великого Сунь Цзы. Я ему показал, что каждая стратегема Сунь Цзы, она про гибридную войну. Ну, просто показал, что все войны были гибридными. Особенно войны, использованные стратеги. Что это не есть некое новое изобретение. В чем новизна этой войны? Количество пространств войны увеличилось. И мы не в состоянии их все видеть, анализировать и понимать. А наше мышление, которое раньше было, осталось примитивным. Оно не распространилось во все эти пространства. Поэтому, что такое гибридная война? Это отказ мыслить в новых пространствах, которые появились. Вот что такое гибридная война. Все, что мы не можем объяснить, мы называем, например, Бог. Почему это произошло? Ну, Бог так захотел. Ну, а что, нормальное объяснение. Оно устраивало человечество многие тысячи лет. Почему то произошло? Бог. Ну, или проведение, или назовите это как хоть, небо так захотело. Да? Или твоя карма так захотела. Судьба. Да, судьба. Какая разница? Важно придумать слово, которое все объясняет. А если вы действительно хотите разобраться, вы же должны понять, в скольких пространствах идет война. Вы должны мыслительно освоить каждое из этих пространств. Вы должны понять, какой подход выбираете. Это тотальная война, а не тотальная. Когда война многопространственная, тотальность уже не срабатывает. Просто потому, что обывательское сознание не может участвовать во всех пространствах. Вот именно поэтому тотальная война невозможна. Потому что когда вы начнете бомбить Донбасс, у вас возникнут проблемы во всех этих пространствах. Против вас ведут санкции, вас назовут как бы извергом, против вас начнут информационную войну другие страны, вам скажут, что вы не как бы ну как бы нарушаете те права и так. Короче, против вас развернут сопротивление во многих пространствах. Стало быть, вы этого сделать не можете. Да? Поэтому любая критика, где вы рисуете вот эти вот красные флажки или красные границы, она бессмысленна. Потому что вы не понимаете, в скольких пространствах вы находитесь. Вот в этом проблема. Стало быть, чтобы увидеть войну в этих пространствах, вам нужен другой язык. Семантическое внимание для начала. Второе. производство, ну как бы производство мышления, которое видит и все пространства. И третье. Как бы изобрести, да, создать дискурс, который планомерно раскрадывает все эти пространства и учится с ним работать. Но это точно не в социальных сетях. Это точно и тем более не на телевидении. Да? То есть это задача другого уровня. Или, скажем так, многоуровневая задача. Более сложная. Вот почему первоначальная интенсия, с которой я говорю, семантическое внимание так важно? Потому что вы же постоянно как бы либо попадаете на одну мину, либо на другую. И выбраться уже из нее не можете. Потому что сознание туда проваливается и все. У вас как бы выхода из этого нет. Только дискурсивная смерть. А дискурсивная смерть это когда вы доводите инвестирование социальной энергии в этот дискурс до предела, становитесь предельно агрессивными и вокруг вас представители других дискурсов это все враги. Что сейчас и происходит не только в Украине. Да. В Северных Штатах, в Европе. Мы имеем дискурсивные войны. Это люди с отсутствующим мышлением и с отсутствующим семантическим вниманием. Вот почему это так важно. И как бы участвовать в малодискурсивных врачах это абсолютно бессмысленное действие. Ну абсолютно бессмысленное. В этом смысле мы ж только меняем психозы. Еще там сколько? Несколько месяцев назад у нас был психоз по поводу того, что президент хотел там сделать конституционным судом. Но потом включился закон о языке и как бы мы перетекли в лингвопсихоз. Теперь закрыли эти телеканалы и мы пришли в телеканальный психоз. И вот так мы из одного в другого. Но размежевание или дифференциация общества или раскол если говорить просто она же никуда не делась. Поводы только меняются. А в силу того, что большинство обывателей не обладают ни семантическим вниманием немышлением они просто меняют приложение своей агрессии. То есть агрессия никуда не девается но как бы просто меняется приложение или вектор этой агрессии. Но раскол общества все усиливается и усиливается. дифференциация ваших френдов в фейсбуке все усиливается и усиливается. И попытка создать объединительный дискурс она ни к чему не приведет. Потому что то есть это вообще уже бесполезная работа. Нет. Вы же должны произвести следующую операцию. Вы должны предъявить новый язык обсудить его сделать так чтобы приняло это хотя бы интеллектуалы потом двинуть его в массы и после этого люди очень неохотно отказываются. Поэтому какое средство против этого есть? Вот такое человечество выворотовало война. Всех кто не готов менять мышление и менять язык говорения как бы убивают на фронтах войны. Те кого не убивают принуждают принимать этот иной дискурс. После этого наступает новый мир описываем вот как бы этим новым дискурсом. Так человечество делало до этого и каждый раз убедить людей в том что если они сейчас будут обладать мышлением семантическим вниманием сделаем это усилие они уберегут себя от войны невозможно. Люди сволочь ленивая и до последнего будут держаться за то что у них есть сидеть на диване смотреть в телевизор и не даже под угрозой смерти. Смерть не является достаточной угрозой от того чтобы отказаться к привычному образе жизни. Я лучше умру но не нарушу свой образ жизни. Это странная вещь но человек именно такое существует. Очень немногие люди отваживаются на изменения. Те кто отваживаются выживают кто не отваживаются умирают. Ничего нового я вам не говорю. Об этом в общем-то сказано немало но одно дело сказать об этом другое дело для самого себя принять простую максимум этот принцип принять принять для себя его чрезвычайно сложно. Если позволите немножко тогда вернусь к многим пространствам вот какие пространства вы бы обозначили в войне России с Украиной это же очень интересно потому что мы снова видим а можно вам вопрос задать а кому это интересно это интересно очень многим людям смотрите понимаете ведь мы сейчас если я не ошибаюсь 2010 год киевский дискуссионный клуб дилетантов КДКД год посвятил представлению о новой войне мы были уверены что новая война будет мы приглашали российских мыслителей сюда приезжал громык и он объяснял как это будет происходить сидели и спокойно обсуждали консистентальная война как она будет устроена в каких пространствах все в открытом доступе все есть в интернете ничто никуда не делось кому это было интересно никому потому что казалось что война невозможна кому казалось многим людям казалось в этом вообще хорошо смотрите что помимо теперь она идет вот кому это интересно даже когда она идет никому нет люди предпочли изобрести термин гибридная поместить туда все что они не понимают и продолжать жить дальше я же вам об этом сказала вот вам семантика нет это отсутствие семантического внимания это семантическая подмена или семантическое мошенничество если хотите вот это изобретение слова которое все объясняет это семантическое мошенничество ахахмануть меня нетрудно я сам обманываться рад правда ну это известно ну и опять задаю вопрос кому это интересно то есть если я сейчас начну этому говорить я же ну как бы радикально в разы уменьшаю и так потому что уменьшил просмотр как бы этого потому что люди знают что вот сейчас возникнет датюк он потребует две вещи встать с дивана да других других ситуаций не будет если вы не встанете будет только плохо вас ждет смерть или ухудшение единственный выход это мышление это усилие это изменение понимание нет значит не вижу не смотрю не понимаю опять задаю вопрос кому это интересно очень много нет ответ мало кому интересно вот это вот это честный ну а с одной стороны Люд это честный ответ это мало кому интересно поэтому война будет большинство в том или ином смысле постраждают если их даже не убьют на войне а мы имеем дело с гибридом в чем гибридность состоит а их будут разрушать теперь не в одном физическом пространстве то есть бабах и ты умер а во многих пространствах будет разрушена их идентичность будет разрушена их привычный образ жизни экономический будет разрушена их коммуникация к которой они привыкли будут разрушены их представления о том что государство придет и порядок наведет будут разрушены их представления о том что корпорации и бренды к которым они привыкли Будут такими же Многие вещи будут разрушены И фактически многие люди будут Перед лицом или принять Или впасть в депрессию И закончить жизнь самоубийством Не мытьем, так катанием Это фактически идентацит Это очень сложное слово Все Опять задаю вопрос Кому это интересно Только тем, кто хочет услышать простые вещи Но это не ко мне Это тем, кто говорит знакомыми вам дискурсами Это не я Есть люди, которые говорят Узнаваемым языком На те каналы ходите, там все понятно Вот в этом выбор Сергей, вот все-таки Почему мне нравится Ваша постановка Многопространственная война Это очень хорошо А что нового в моей постановке Я об этом писал 4 года назад Возможно ли сегодня Применить ее к тому, что происходит в Украине Вот И попробовать Каждое пространство А почему только к Украине? Ну, хотя бы для начала к Украине Нет Ну А почему вы считаете, что Украина это начало? Ну, или почему надо начинать с Украины? Ну, потому что мы здесь живем Это о нас Кто вам сказал такое, что вы живете в Украине? Нет, ну я понимаю, что мы Нет Что Я сейчас не про человечество Что такое есть у вас Что позволяет вам говорить Что вы живете в Украине? Скажите, вы смотрите только украинские фильмы? Нет Нет, а какие? Ну, разные Американские, российские, да? Французские разные Немецкие, финанские Какие угодно Хорошо Вот одеты вы во все украинское? Нет Нет, хорошо Питаетесь вы всем украинским? Ну, не знаю, наверное, нет И в магазинах не все украинское? Конечно В каком пространстве вы до сих пор живете в Украине? Нет, нет, ну это вы как-то слишком Я же задаю прямой вопрос В каком пространстве вы до сих пор живете? Я вам дам ответ У меня есть ответ Ну, скажите В пространстве пропаганды Да ладно А в каком еще? Вам срут в уши украинским дерьмом Это если так вот по-простому И у нас оно называется наша позиция А если это у врага Называется вражеская пропаганда Вот и все Нет, ну подождите Я тогда по-другому Я-то подожду А как мы ощущаем Хорошо, а как вы ощущаете Что это ваша страна? Нет, никак Как это никак? Потому что это моей страной перестало быть Ну, по меньшей мере осенью 2017 года Почему? В феврале я ввел персональные санкции Против телеканала 112 Украины В июне 2018-го против телеканала News One Я их ввел Я их публично ввел И то, что там сейчас вот это вот дребедень по поводу закрытия Это вот не серьезно Серьезным для меня было то, что я ввел персональные санкции И я их не отменял А потом, где-то к концу 2018-го года я ввел персональные санкции против всего украинского телевидения Я их не отменял Вот для меня важны мои санкции Потому что это условие моего семантического внимания Это условие моего мышления Потому что там кто-то пытается в пространстве пропаганды ввести санкции Бессмысленное действие В пространстве пропаганды вы можете получить только пропагандистскую войну Закончится она плохо Потому что у вас нет мышления, с которым вы вышли в эту войну У вас нет мышления Поэтому оно будет Ваше мышление примитивное Оно будет разрушено более сложным мышлением Поэтому вы напрасно начали войну Мышлением или пропагандой все-таки давайте вернемся Вот в пропаганде Как бы за пропагандой стоит мышление Более сильная пропаганда там, где стоит более сложное мышление Все Если у вас нет более сложного мышления, вы проиграли Уже Хотя еще не увидели этого Зачем я вводил эти санкции свои Не просто там сказать фе Ну мало ли кто там на кого обижается и говорит фе Для того, чтобы сосредоточиться на проработке иного мышления Иного дискурса Для этого Потому что только и это и есть осмысленно Что последует после так называемых вот этих вот санкций против телеканалов Они говорят Вот у нас длинная стратегия Мы еще видим санкции против других депутатов Пфу И че Что в прошлом этих деятелей дает вам возможность подумать, что Вот они действовали до этого неосмысленно И тут вдруг они будут действовать осмысленно Ни одного шага осмысленного или стратегического не было Почему теперь это должно быть иначе? Они почему и не будут иначе Потому что не сделан этот важный шаг Мы не рассказали, что война ведется в многих пространствах Мы не сказали, что нам нужны места, где это будет обсуждаться Где будут сложные мышления, где будет стратегия об этих в многих пространствах Это произошло, не произошло Поэтому это бессмысленное действие Его даже обсуждать не надо То есть бессмысленные вещи бессмысленно обсуждать В этом смысле Мы можем надеяться только на те места, которые обладают сложными мышлениями Но это точно не там, где уводятся эти санцы Вот это я кратко, в общем-то, чтобы не участвовать в этом психозе очередном Потому что я показал, что мы из психоза, перемещаем психоз Просто показал, что за этим смысла, не перспективы, нет Поэтому, возвращаясь к вопросу Живете ли вы все еще в Украине? Отвечаю, нет Ни я, ни вы в Украине не живем А где же мы живем? Потому что Украина это то, где есть смысл Покуда Украина имела много осмысленных пространств Мы в ней жили Но мы же думали, что убивая смысл В одном пространстве убили смысл, в другом Мы все еще сохраняем Украину Это так не работает Ну ладно, неужели у нас не осталось никаких смыслов? Что осталось, этнически Украина это только язык И то, что было в прошлом этого этноса Все Больше ни одного другого смысла не осталось Нас периодически соли критикуют за то, что мы смотрим другие фильмы О них говорим, не смотрим украинское кино А оно такое, ух А оно и на многих фестивалях побеждает Я пытался убедить людей, что мы смотрим интересные фильмы В этом смысле мы не патриоты Мы не смотрим украинские фильмы, потому что они украинские Вот я такой странный человек Я люблю смотреть интересные фильмы Казните меня за это Я не смотрю неинтересные Вот не смотрю Ну простая вещь, вот скажите мне о чем О чем фильм Киборги? Ну простая вещь, о чем фильм Киборги? Ну о героической защите Нет, дальше Как это нет? Нет Ну это много пластов, это можно долго обсуждать Нет, так смотрите Это о людях, о характерах, о защите своей страны Хорошо О героизме О том, о чем мы с вами читали в детстве Хорошо, хорошо Я понял, понял, понял На долгую очень Хорошо Сменим разрез Скажите, вы увидели в фильме хоть одного Киборга? Хоть одного Киборга вы в фильме увидели? Потому что для меня Киборги это люди Секунду, секунду Да, это да И что, хоть один человек там был похож на Киборга? Возникает вопрос А что же это за хрень такая творится с нашим мышлением? Мы смотрим фильм Киборга, а они одного Киборга там не увидели В фильме показаны Не готова сейчас спорить Пока не могу Я же задал вопрос, я должен дать мне вопрос Да, пожалуйста, да В фильме показаны живые люди, которые обсуждают один вопрос Можем ли мы построить единство Поверх всей этой хрени пропагандистской Поверх всей этого лингвопсихоза и так далее В фильме показаны живые люди Которые пытаются вот в этой сумасшедшей ситуации Создать осмысленное действие Ни одного Киборга там нет Почему фильм так называется? Теперь мы выходим на другой вопрос А почему уж фильм про живых людей Назван Киборги? Я вам расскажу почему А потому что его встроили в пропагандистский дискурс Для того, чтобы на этот фильм пошли Потому что только в этом смысле Мы могли рассчитывать на прокат Ну, те, кто создавали, могли рассчитывать на прокат На то, что он будет встроен в пропагандистский дискурс Ну, то есть, создатели фильмы все это просчитали В этом нет ничего нового Опять вопрос Нет ничего нового Где критика, которая все это рассказывает? Ау! Где кинокритика, которая все это объяснила? Может, я что-то не понимаю в этой жизни? Так вы мне объясните Критика была Она разложила это все по полочкам Показала Что? Название пропагандистское А в фильме про другое Где? Можете предъявить? Нет А тогда как вы собираетесь жить в этой стране Которая вот такое дерьмо делает? Ну, почему дерьмо? Да потому что это дерьмо Потому что так устроены Ведь ваше не суть смотрела Ваше название смотрела Люда, так устроено кинопроизводство Это дерьмо Которое льют вам в уши Вот так устроено кинопроизводство Потому что я бы хотел смотреть фильмы Про живых людей И я хотел бы название с живыми людьми Я хотел бы кинокритику, которая как минимум все это объясняет Мне понравился этот фильм Я что говорю Фильм-то Вы так назвали? Но ситуация вокруг фильма дерьмовая А мы этого не осознаем Потому что Обратите внимание Потому что семантическое внимание на нуле Мы приняли эту ситуацию как естественную Что можно? Можно взять правильный фильм Ему приделать дерьмовую шапку Включить его в тот поток дерьма Который есть И все это Как бы И этим всем Как бы вот этой дерьмовой шапкой Продолжать срать в уши Вот что происходит Давайте продолжим Как тогда будем бороться с пропагандой? Не надо бороться с пропагандой А что с ней делать будем? Ну вы смотрите Это же с одной стороны Еще раз С ней делать очень просто Семантическое внимание Выйдите в иное пространство Попытайтесь подумать Чем и как вам срут в уши Обратите внимание Я же взял тот фильм Который мне глубоко понравился Я уважаю создателя этих фильмов Я уважаю как блестяще он сделал Я вам говорю про другое Он включен в дерьмовую атмосферу Ему приделана дерьмовая шапка И никакая сволочь Которая называется кинокритиком Это не сделала То есть не применила Остатки семантического внимания Для того чтобы поговорить О важных вещах Разговор по этому поводу Не произошел Вот поэтому мы в Украине не живем Потому что в Украине живут киборги А я хочу жить в Украине Где живые люди Где обсуждают живые и животрепещущие Осмысленные вопросы Значит я живу в каком-то другом пространстве Заметьте И я это другое пространство Украиной не называю В одном из блогов я им назвал Это не Украина Это что-то другое И даже сказать иное Так что мы так легко отказались Нет, постой От чего вы Нет, нет Я не согласна Люд, не от чего больше отказываться Как это не от чего? Ничего того В чем был смысл Не существует Для того чтобы от него От чего? Ну подождите Я отказался от лингвопсихоза Да Я отказался от этницизма Да А что было от чего? Вот это вот примитивизм Это то В чем я вижу смысл То что имеет перспективу От чего тут отказываться? Ну подождите А как же это? Земля, дом Ощущения Я не знаю Там предки Там Какие-то похороны Это же все Это наши границы И почему все это Вы называете Украиной? Какое отношение Оно имеет вообще к Украине? Это как-то Ну постойте Я пытаюсь всему этому Смотрите Я пытаюсь всему этому Создать некий новый смысл Я пытаюсь всему этому Придать некую новую перспективу Нет Вы рисуете Садок Вишневой Калахат Виртуальный такой Да? Да Вы говорите Что вот это Это я Это вот то Что меня окружает Это мои смыслы А не мои смыслы Это чужое Я как раз говорю То пространство В котором был важен Садок Вишневой Калахаты В котором был важен Рессентиментальный Шевченко Умерло Для кого-то Оно очень важно Я уважаю этих людей Я готов обеспечивать Их Ну как бы Более-менее сносное умирание Я в этом мире жить не хочу Мне-то чуждо Почему мы не можем Поэтому я говорю Возникают новые смысловые пространства И они По простой Семантической процедуре Поскольку те Кто называют То в чем они Садок Вишневой Украиной Я называю это Не Украиной Все так устроено Что если вы нечто иное предъявляете Вы им придумаете Иное слово Вы не можете В новое явление Тащить старое слово Потому что это будет неправильно Ну как бы Семантически Это неправильно Ну ладно Весь мир Перемещал свои страны Вот Откуда угодно Из разных смыслов И при этом сохранял Это потому что Это в том случае Если у вас находились люди Которые на себе тащили Да Ну на себе тащили эту функцию Потому что Франция во время Просвещения Могла бы умереть Но нашлись Эциклопедисты Которые сказали Мы создадим новый мир И продлим существование Франции И создали энциклопедию Породили революцию Запустили идею свободы И они таким образом Обновили Францию То есть Они внутри этого Создали, предъявили новые смыслы Новую перспективу Это уже интересней Это уже перспективней По крайней мере А мы так делаем? Нет Мы так не делаем А может где-то во глубине Каких-то наших Мало того Тех людей Которые это делают Кремлят Ну Клеймят Агентами Кремля Хотел сказать Агентами Кремлят Кремлят Кремлем Да? Кремлят Можно сказать одним словом Кремлят Тех людей Которые так делают Кремлят Да Увы Да А тех Кто держится за все Вот это Вот за язык Вышиван Их не Кремлят И это Украина Поэтому Я не в Украине Не патриот Точно не патриот Я тот Кто за смысл Я тот Кто за перспективу Если это Украина Я не украинец Вот если то Что они называют Украиной Я точно не украинец Вот точно Но это Сергей Говорит о смыслах Да Я говорю про это Если вы считаете Что Украина Это украинский язык Я не украинец Ну это Это и плюс еще Смыслы Это плюс еще Смыслы Но от этого же Мы не отказываемся Постойте Люди Которые ведут Агрессивный Лингвопсихоз Недряют Если бы они со мной Ну как бы Говорили на Моем осмысленном языке О сложных вещах О разных пространствах Я был бы рад А ребята Вы чтобы Вот в эту оболочку Которую мы называем Украину Включите новые смыслы Преспективы Тогда мы вместе Давайте говорить Давайте Ну они же Напрочетывались Они построили Красные линии И сказали Вот все что Вот иные смыслы Иные перспективы Это кремлятия С ними мы говорить Не будем То есть Это не я запустил Раскол Да они запустили Раскол Они провели Между собой И мной Красные линии Это не я их провел Я говорил Ребята А может договоримся А может давайте Про новое смысл А может про Многие пространства А может про то Пятое Десятое Нет Нет Только через Дул оружия Хорошо В этом и есть Суть нынешней ситуации Что Многие Ну не так Многие Их на самом деле Меньшество Но вот держится За вот эти старые формы Это очень опасно Это разрушительно А можно держаться За старые формы И добавить новые Ну просто Все не отбрасывать Наша же проблема в чем Что же что Вопрос не ко мне Вопрос О возможности Не ко мне Я могу О Вот это важно Я могу Но что они производят Они что мне говорят Если ты Говоришь на русском языке Если ты философ Если ты Применяешь И достижения методологии И постмодернизма Ты не украинец Почему? А украинцы Только мы А я говорю Кто будет обрежать Украинец Мы будем Ну если вы Ну тогда конечно То есть Кто-то взял на себя Право Определять Что Вот Это настоящий украинец Это не настоящий Кремль Мы его Закремлим Это же не я Начал этот разговор Ну на самом деле В Украине Это много мыслящих людей Вот если честно В Украине Как и везде Как и во все времена Мыслящих людей мало Так сложилось Но они есть Давайте так Но они есть Да Но они есть И те кто мыслит Как минимум Не участвуют В психозах И обладают Семантическим Вниманием Да Вот они обладают Семантическим Посмотрите Это как бы Я же вижу На своих френдах У меня остались Во френдах Многие люди Среди них есть И парохоботы И нарванные Националпатриоты Они не участвуют Вот в этих всех психозах И я их не отфренживаю Ну есть кто заходит И сразу Чему не украинскую Я ему раз Ссылку с переводом Гугл Все Если человек замолкает Ну то есть как бы У него включается рефлексия Эх ты Ну тут как бы Да вот Ну что тут скажешь Ничего не скажешь Хочешь читать На вот тебе перевод А если продолжает Как бы Агрессию В бан То есть как бы Это значит Человек не может Самостоятельно Без посторонней помощи Выйти из ситуации Ринвопсихоза Вот И так происходит Кто-то может Самостоятельно При помощи Рефлексии Мышления Семантического внимания Выходить из психоза Кому-то нужна Помощь Друзей Близких Знакомых А кому-то Даже это не помогает Ну если не помогает Все Вон из коммуникации И в ситуации Дезориентации Только так и возможно Потому что иначе люди Как бы заставляют вас подрываться На вот этих вот минах И все И жизнь ваша заканчивает Вот так устроена Нашняя ситуация Секида Тюк был Сегодня у нас Много таких Сложных вопросов Поднято Я думаю Что не один раз Еще стоит их обсудить Прям совсем Многогранные Много пластов Зацепили Сергей Это все Значение Немного имеет Потому что люди Слышат то Что не слышат И вот как бы По комментариям Вы видите Что масса людей Которые вообще Не приспособлены Слышать Такие рассуждения Не выхватывают Какую-то фразу Берут ее Обижаются на нее И пишут комментарии И клеймят позором И кремлят позором Сергей Спасибо огромное Спасибо вам Рады вас видеть Сергей Датюк был у нас в гостях За что мы очень признательны И конечно мы признательны вам Наши спонсоры На платформе Патреон И нашему другу Партнеру Медицинскому центру призму Оставайтесь с нами